Порядок и тишина. Жители Новомихайловского могут спать спокойно. Уже два года на улицах поселения патрулируют добровольные народные дружины. О том, кто и как стоит на страже безопасности новомихайловца, в сюжете Дарьи Турановой. Когда день сменяется ночью, на улице появляются они. Форменные кепки и нагрудные значки с надписью ДНД. Добровольная народная дружина работает на территории Новомихайловского городского поселения уже два года. С тех пор было предотвращено не одно правонарушение. В основном эта работа дружинников относится к содействию сотрудникам полиции в раскрытии преступлений и наведении порядка на улице. У нас сейчас по штату 78 дружинников набрана дружина. 78 человек составляют дружину Новомихайловского городского поселения, которые выполняют непосредственно этой задачей. Наиболее активные члены входят в состав рейдовой группы и находятся на маршрутах совместно с сотрудниками полиции. Начинается каждый такой рейд с инструктажа, который проводится в сопровождении начальника отделения полиции, главы администрации, либо его зама, рейдовой группы, сотрудников полиции, дежурного по штабу. После всех формальностей начинается работа. История создания первых народных дружин восходит к началу 20 века. Именно тогда по инициативе самих граждан образовались первые группы оказания помощи милиции. Позднее, в годы Великой Отечественной войны, они были переименованы в группы охраны общественного порядка, сокращенно ГООП. Сейчас это добровольцы, которые неравнодушны к охране порядка на улицах нашего поселения в ночное время суток. Охрана порядка – первостепенная задача не только для поселения, но и для всего района. Сотрудники дружин взаимодействуют друг с другом. Сейчас, конечно, сотруднику полиции дают увачку. Дмитрий работает в охранной структуре, однако на страже порядка и после работы. Он состоит в дружине с первых дней ее создания. Вообще, важна ли ваша деятельность? Для чего вы этим занимаетесь? Ну, я думаю, каждый житель того или иного поселка, если он там родился, живет, любит его, да, как говорится, хочет, чтобы там была хорошая жизнь, он должен участвовать в жизни поселка и в той или иной степени в этом участвовать. Каждый вечер добровольцы в сопровождении полиции тщательно проверяют так называемые злачные места на улицах поселений. Местные охранники уже не только коллеги, но и друзья. Ведь дружинники оказывают им неоценимую помощь. Очень даже помогает. Нам легче становится работать даже. Нету беспредела, и все спокойно, тихо. После 10 вечера, я так думаю, что, в принципе, это правильно. Что если молодежь, если ходит, тем более, если распивает там напитки какие-то спиртные, это, естественно, влияет на поведение их, на все дела. Главное внимание добровольцев уделяется выполнению закона 1539. Согласно документу, лица, не достигшие совершеннолетия, не должны находиться на улицах после 10 часов вечера. То ли холод на улице повлиял на выполнение краевого закона, то ли молодежь наша действительно законопослушная. Но факт остается фактом. Ни одного правонарушения не было замечено в эту ночь. Значит, работа дружинников действительно во благо.